Всем с добрым утром! У нас сегодня вторник, 3 ноября, по-моему. Время без 10.05, почти 5 утра. Я и Дэнни, мы собираемся в тренажерный зал делать утреннее кардио на точак, сжигать наши жиры, уже эти жиры вот тут сидят. Также мы будем делать сегодня около часа кардио. Я себе беру, чтобы не просто ходить и пинать болтой, я также с собой беру свои учения, которые я учила. Просто повторить, пересмотреть на персонального тренера. А Дэнни берет свои учения, которые он в институт поступил. И ему нужно прочитать 50 страниц, параграфы, потом ответить на вопрос и написать что-то типа изложения. Так вот, он будет это делать. Закончили наше утреннее кардио. Мы сделали ровно 50 минут, сожгли 450 калорий, около 450. Время проходит намного быстрее, когда ты чем-то занимаешься параллельно. Или там, смотришь фильм, ну что-то учишь. Я только успела половину своих занятий повторить. How many did you read pages? How many pages? How many? About 30. Hmm? Really? It's a lot. You have 50? Yeah. More like 35. 37-35. Дэнниел прочел 37-35 страниц, а ему всего нужно было 50. Видите, как оказалось полезным собой взять книжки. Все, мы сейчас едем домой на завтрак. На первой прям пищи у нас овсянка с семенами чия. Когда вот эти вот семечки разбухают, они такие вкусные, как желе получаются. И мы подсели вот именно овсянку с чия кушать. Очень-очень вкусно. Я вам советую, если у вас есть возможность их купить. И на протеин у нас белки. Для Дэнни, для меня сверху острый соус. Кстати, перестала класть в кашу сахар-заменитель и соль. Соль давно перестала класть. А вот сахар-заменитель все клала-клала-клала. Тут недавно решил попробовать без него. И такой вкус прям натуральной еды. И мне, честно, очень нравится без всяких подсластителей. Хоть я покупаю и натуральный сахар-заменитель, стевия. Но все равно вкус искусственный чувствуется. У меня сейчас второй завтрак. Красная рыбка и бурый рис. Помните, я говорила, у меня сегодня назначена встреча с моим доктором насчет ножки. Так вот. Сейчас 10-10. До мной приехала мама Дэнила. И мы с ней поедем к спортивному хирургу. Узнаем, что там так, как может быть нужно заменить повязку. Мы пришли в клинику. Все ждем наше время. У нас осталось 5 минут до приема. Поехали заранее. Мне только что сняли повязку. Сейчас придет доктор и будет меня перевязывать. Смотрите, какой след остался. Кабинет. Смотрите, сколько дипломов у доктора. Раз, два, три, четыре. Это зеркаля, я жастфор. Такие портреты нашли. Это злодей. Он обычно для рук санитарный. Но я его использую для ног, потому что после повязки очень сильно ножа воняет. Так как резиновая повязка была, и он мне чем-то еще смазал до того, как ногу перемотал. Вот это все начало вонять неприятным запахом. Ну, а тень как будет? А, тень. Мне все перемотали, сегодня у меня, как они сказали, страстно-розовая повязка. Прихожу я, значит, домой, а интернет-то не работает, я не знаю, что делать, почему не работает. Говорит, что вот эта вот оранжевая кнопка, это значит, что он не работает. Привет, бесстыжий. Как его починить, я не знаю. Будем без интернета, пока Дэнни не придет. У меня сейчас мой обед или перекус, у нас сейчас дня. Тушеная капуста, яичные белки. Мою любимую тренировочку я начала с базовых упражнений. А для спины то есть базовые упражнения у нас это подтягивание. Я его делала на резинке. Во-первых, оно снимает немного веса с вас, да, ну, наверное, половину точно снимает. Мне было, честно признаюсь, довольно легко подтягиваться. Я также меняла хват. То же самое, что я делала на машине широким хватом для шарчажек мышц спины. И потом с узким хватом с, как он называется, господи, ладошками к себе вот в данный момент, что я исполняю. Вот я делала 15 повторений по 3 подхода на каждый хват. То есть, если всего я сделала 6 подходов, 3 с широким и 3 с узким. Я, честно, люблю начинать каждую мою тренировку с базовых упражнений. Да, неважно, это ноги, это руки, это спина, это грудь. Потому что базовые упражнения занимают больше всего сил и энергии. И после базовых упражнений мне нравится включать изолирующиеся или, как мне это называется в Америке, variable resistance, то есть работа на тренажерах. После, кстати, моих подтягиваний у меня сейчас болит моя вся-вся спина, руки, трицепс. Также, кстати, если вы не знали, что в подтягиваниях работают у нас не только спина, но также руки, мышцы пресса. То есть на руках это и бицепс работает, он включает и трицепс. Вот, то есть содействуются все мышцы верхнего корпуса. Дальше я делаю тягу сидя, и когда я тяну руки, я свожу свои лопатки до максимума. У меня идет сокращение в спине, прям видите, я даже немного застываюсь и говорю, хоп, максимум, опустила. Хоп, сократила, опустила. Обязательно в каждом упражнении вы должны чувствовать мышцы, которыми вы работаете. И когда вы занимаетесь, у вас должна быть мысль только о мышцах, которые у вас задействованы. Тогда только будут результаты тренировки и от упражнений. Я работала довольно с высоким весом сегодня. Вот, ну, смотря на это, у меня просто все горит в данный момент. Дальше я делаю тягу для дельтовидных мышц. Со штангой она у меня была 20 паундов, это около 10 килограмм. Я сделаю также три подхода по 12-15 повторений. Вот, в этом упражнении очень важно тянуть именно локтями вверх, а не трапециевидными мышцами. Самая большая ошибка, которую выполняют люди, они начинают тянуть именно спиной и плечами. Когда нужно это делать локтями, то есть у вас должны быть локти выше, чем плечи. Тогда только вы почувствуете работу дельтовидных мышц. Конечно, трапециевидные мышцы будут безспорно работать, но основной акцент тут идет на дельтовидный средний пучок мышцы рук. Потом я делала отжимания. Тоже это базовое упражнение. Мне, честно, надоело делать сжимы штанги и разводку-отводку. Я решила сделать отжимания со своим весом. У меня сейчас корпус параллельный. То есть, видите, у меня спина не пробнута, попа не уходит вниз. И у меня вот именно в таких отжиманиях сейчас работают и плечи, и спина, и грудь. Но ко мне подошел Дэнни, и он мне объяснил, что если я буду прогибать спину попу вниз, то весь мой вес пойдет именно на грудь. Я, к сожалению, не записала этот подход, но после того подхода, который мне посоветовал делать Дэнни с другой техникой, у меня реально просто грудь отваливалась. Прямо сразу же, буквально после двух-трех повторений. Я сейчас буду готовить курицу с кабачками. В миске у меня нарезанная куриная грудка, натертые кабачки, два средних кабачка, потом овсяные отруби и специи. Сейчас я это все перемешаю и на сковородочку. Курочка дожаривается. Если вы будете готовить, то в специи обязательно добавьте чеснок, или чесночную специю, или обычный чеснок выжмите. Запах будет стоять просто нереальный. Тут у меня грибочки уже доготовились, тут варятся макарошки для Дэнни. Сейчас все быстренько нужно собрать, и мы на работу. Время для второго завтрака у меня макарошки, чернозерновые с курицей, которые я сегодня готовила с кабачками. Очень вкусно, полезно и аппетитно. Я думаю, что это нормально. Смотри прям быстро, как это. Мы сейчас гуляем в наши кроссы. Перед сном целый круг примерно 300 метров. Четыре круга одна миля, и мы прошли 8 кругов, то есть мы прошли 2 мили. Это примерно 3 километра, около 3 километров. На этом все. Наш день заканчивается. Мы сейчас идем домой, пьем водичку. Может у нас будет легкий перекус, творожок или белки. И мы будем лучше заспать, потому что завтра у нас будет голодное кардио натощак. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И всем пока. 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 Берем ромашковый чай. На ужин я творожок и клубничка. Как я уже говорила, 8 мигра дорого и пару клубничек. Завариваем ромашковый чаек. И потом на бочок. Все, сейчас буду кушать свой творожок. Теперь точно с вами прощаюсь. Всем спокойной ночи. И мы в 7 часов уже в кровати. Вот такой вот у нас график. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok